Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Сегодня у нас очередная распаковка пряжи. И если Вы поглядываете в сторону итальянской бобинной пряжи, хотите попробовать ее качество, но пока не решались ее купить, это видео для Вас. Сейчас все подробно покажу и расскажу. Заказ свой я сделала на сайте Мир Вышивки. Как раз здесь в коробке вложена визитка этого магазина и Вы на ней видите ссылку. Я ее продублирую под видео и Вы можете прямо сейчас перейти по этой ссылке. Всегда обращаю внимание на то, как упакована посылка. Согласитесь, приятно получить свою покупку аккуратно упакованной. Но, к сожалению, еще не все магазины с такой заботой относятся к своим покупателям. В Мире Вышивки отдел сборки заказов работает достойно и Вы сами это видите. Заказала я на пробу два вида бобинной пряжи от компании Мидара. И Вы сейчас, наверное, в недоумении, почему речь идет о бобинной пряже, а прислали мне обыкновенные мотки. Дело в том, что большинство пряжи Мидара производится изначально как бобинная, а потом в Литве перематывается в привычные нам моточки. Производится эта пряжа в Италии и других странах Евросоюза. Это достаточно распространенная марка пряжи в Европе. У нас же в России пока ее мало где можно встретить. Бренд Мидара насчитывает более 30 видов разнообразной пряжи, а в интернет магазине Мир Вышивки представлены 4 из них. И два вида, которые мне приглянулись больше, я заказала для себя. Это ниточки с добавлением Махера, Ангора 2 называются, очень теплые и пушистые. И 100% мереносовая шерсть Хаапсалу, тончайшая безворсовая ниточка. Еще к своему заказу я добавила спицы Прим. Давно смотрю на эти спицы, их необычная форма меня просто приворожила, и я решилась взять на пробу один самый ходовой размер. И Вы знаете, по-моему, я не пожалею об этом, они очень легкие и их приятно держать в руках. Необычная форма спиц переходит в мягкий тросик. Соединение гладкое, цепляться здесь петли не должны. На кончике каждой спицы сделаны головки, логически можно предположить, что они будут помогать вязать. В общем, я попробую их в работе и потом расскажу о своих впечатлениях. И смотрите, что мне уже нравится. Тросик свободно распрямляется и не скручивается кольцами, он мягкий и эластичный, а значит и вязать этими спицами будет удобно. Теперь давайте поближе познакомимся с пряжей. Начнем с Ангора 2. По тактильным ощущениям это мягкая и приятная шерсть. Я бы сказала не колючая, достаточно пушистая. В ее составе присутствует 50% махера, 20% акрила и 30% молодой шерсти. Нить довольно тонкая, здесь в 100 граммах 750 метров, состоит из двух крученных нитей, на которых присутствуют длинные ворсинки. Если отдельно смотреть на одну нить, то кажется, что на ней не так уж и много этих ворсинок. А когда берешь в руки пучок нитей, то ощущается мягкая и приятная толщина. Думаю, во время вязания и после стирки ворсинки еще распушатся, и значит из этой пряжи могут получиться очень теплые изделия. Сейчас еще свяжу образцы и мы вместе посмотрим, как они выглядят в полотне. Производителям рекомендовано стирать изделие из этой пряжи при температуре 30 градусов, сушить на горизонтальной поверхности. Глажка, отбеливание и отжим в стиральной машине запрещены. Для вязания подойдут спицы 2,5 или 3 мм. Оттенок этот называется светло-серый, номер 923, и произведены эти ниточки в Италии. Следующая пряжа называется Хаапсалу. Это 100% мереносовая шерсть, 766 номер этого оттенка и называется он светло-розовый. Вы только посмотрите, какая тончайшая нить. В этом 100 граммовом моточке 1400 метров. Эту пряжу можно вязать в несколько нитей вручную, она прекрасно подойдет для машинной вязки. Но изначально, думаю, она была произведена для вязания тончайших ажурных шалей и платков Хаапсалу. И фон этикетки этой пряжи говорит нам именно об этом. Хаапсалу – это небольшой городок на севере Эстонии со своими рукодельными традициями. Символом его является Хаапсалуская шаль, настолько тонкая, что ее можно протянуть через женское кольцо, это как в России Оренбургский платок. На ощупь эта ниточка кажется слегка жесткой, но это от того, что бобинная пряжа проходит специальную обработку и пропитывается, после ВТО она должна стать мягче. И второй оттенок пряжи Хаапсалу, который я для себя заказала, называется светло-серый, номер его 921, точно такая же тончайшая нить. На ощупь она одновременно и мягкая, и как будто накрахмаленная. Стирка показана только ручная при температуре 30 градусов, запрещены отбеливание и отжим в центрифуге. Гладить разрешено чуть теплым утюгом, сушить на горизонтальной поверхности. Спицы рекомендуют нам два или два с половиной, но у меня на эту пряжу свои планы и платки я вязать не собираюсь. Кому интересно, не забывайте подписаться и настроить колокольчик оповещения. А пока предлагаю рассмотреть образцы, которые я связала. Я тут немного поэкспериментировала с толщиной нити, попробовала вязать два вида пряжи вместе, но сначала я хочу рассказать свои впечатления о спицах. Все образцы, кроме одного, я вязала ими. И скажу, что они мне очень понравились. Они легкие, приятные, удобно сидят в руках. Хотя леска не была задействована при вязании этих маленьких образцов, чувствуется, что она не мешает. Она не закручивается, не топорщится, петли по ней скользят свободно, на первый взгляд кончики спиц кажутся тупыми, но во время вязания я не почувствовала этого. Вот эти головки или пимпочки хорошо захватывают петлю и когда петля попадает на тонкую часть за пимпочкой, она уже не соскальзывает. Дальше идет утолщение на спице и в этом месте формируется высота петли. Затем форма спицы переходит в треугольную и толщина ее становится чуть меньше, и в этом месте петли уже свободно перемещаются по спице. Это будет удобно тем, кто вяжет туго. В месте присоединения тросиков все сделано очень качественно. Обязательно закажу себе еще и другие размеры со временем. Теперь смотрим образцы. В первом варианте я вязала в три нити из пряжи Ангора 2. Получился мягкий, достаточно плотный образец. Помните, да, я вязала новыми спицами, это у нас пятый номер. Лицевая гладь ровная, петелька к петельке. С изнаночной стороны полотно выглядит вот так. Думаю, для теплой шапки такая толщина будет в самый раз. Следующий образец я вязала ради интереса в одну нить на спицах номер два. Вот такое тончайшее полотно получилось из ниточки к хапсалу, это очень кропотливая работа. Вначале у меня получились ровные петельки, потом я уже, видимо, устала и мои петельки начали скакать. Но зато теперь можно представить, какое полотно получится на вязальной машине в одну нить. Вот этот образец связан снова пятеркой в три нити. Получилось немного рыхлое полупрозрачное полотно, но для того, что я задумала, примерно такое и необходимо. Теперь мне нужно подобрать из серого цвета толщину образца, так как проект у меня придумался из двух цветов. Но мне хотелось бы, чтобы фактура была немного другая. Поэтому я решила попробовать соединить две пряжи. В этом образце я вязала одну нить Ангора 2 и две нити Хаапсалу, получилось более плотное полотно, на его поверхности присутствует пушок, но его петли намного крупнее, чем в розовом образце. Поэтому я продолжила подбирать дальше, а этот вариант будет хорош, например, для теплого свитера. А вот этот вариант, где я использовала одну нить Ангора 2 и одну нить Хаапсалу, на мой взгляд, наиболее подходит к розовому образцу. Величина петель получилась одинаковая, а серый образец выглядит более теплым, так как в нем присутствует пушок. Посмотрим на них еще после стирки. И последний образец связан из одной нити Ангора 2, и это на спицах пятого номера. Ровные воздушные петли, махер, который входит в состав, распушится и немного прикроет отверстие между петельками. И Вы знаете, я даже вижу, какой легкий невесомый свитерок может получиться из этой пряжи. И, пожалуй, первым вязать я начну именно его. Теперь я измерю эти образцы и пойду подтираю их. Еще предлагаю провести тест на натуральность состава. Сейчас будем устраивать поджог. Приготовлю небольшой отрезок ниточки Хаапсалу и отрезок Ангоры 2. Поджигаем нить Ангоры. Горение происходит активно. На кончике нити черный уголек. Попробуем его растереть. Часть рассыпается, как пепел, а на кончиках нити остаются оплавленные шарики. То есть натуральный состав нити Махер и шерсть сгорели полностью, а 30% акрила превратились в шарики. Теперь подожжем нить Хаапсалу. У нее 100% натуральный состав, значит сгореть она должна полностью. И что мы видим, та часть нити, которая сгорела, осыпалась пеплом, и на кончиков ничего не осталось. То есть сомнений в правильности указанного на этикетке состава нет никаких. И вот постиранные образцы. Смотрите, как расправился розовый образец из трех ниточек Хаапсалу. Он стал намного мягче, пропитка растворилась при стирке и петельки как будто задышали. Это образец из одной нити Хаапсалу и одной нити Ангора 2. Он также стал после стирки мягче и немного пушистее. Это у нас образец, который был связан в одну нить из пряжи Ангора 2. Здесь также петельки немного подровнялись, но сильных изменений с ним не произошло, причем, как и со всеми образцами. Я не стала снимать пляски с измерениями каждого образца, думаю, вы поверите мне на слово. Образцы совершенно не изменились в размерах. То есть эта пряжа не садится, не вытягивается, и это замечательно. Остался у нас образец из трех нитей Ангора 2 и образец, связанный из двух нитей Хаапсалу и одной нити Ангора 2. И в них нет изменений, кроме того, что они стали мягче. Возможно, стоит еще попробовать связать образцы из большего числа нитей Хаапсалу и протестировать другие размеры спиц, но это уже в другой раз. А на сегодня у меня все. Напоминаю, что купить такую пряжу можно в интернет магазине Мир Вышивки, ссылка под видео. Переходите, заказывайте, будем вязать вместе. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok